СЕЗОН ВОСТОНОВЛЕНИЯ В Послании к Ефесиным 6, главе 10 стихе сказано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Что нужно делать? Нет, вам придется говорить сегодня, потому что вам нужно вывести себя из Канавы, из долины, из депрессии. Ваши слова должны измениться. Я помогу вам в этом сегодня во имя Иисуса. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. Все, с чем вы сталкиваетесь, берет свое начало в духовной сфере. Поэтому нужно укрепляться и точка. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Павел пишет, «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом». В 1 послании Коринфянам сказано, «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Мне нравится эта фраза. «Будьте мужественны и тверды, стойте в вере, будьте мужественны». Я знаю, что вам многое пришлось пережить, и вы столкнулись с неизвестностью. Очень легко поджать хвост и убежать, но скажу вам, что бы вы ни чувствовали, с чем бы вы ни столкнулись, как бы плохо вам ни было, вы по-прежнему живы, и у Бога по-прежнему есть для вас великие планы и прекрасное будущее. Я с уверенностью заявляю, что сегодня вы сильнее, чем были вчера, вы вернете себе все, и 21-й год станет годом восстановления для вас, для всего мира. Итак, мы должны быть сильными, без вариантов. Я знаю, что мы все временами хотим быть слабыми, но в книге Иаиле сказано «пусть слабый скажет, я силен». Вы не выиграете ни одной битвы с мышлением слабого, с отношением слабого, со слабым духом и слабой личностью. Однажды Давид вернулся в циклак. Я считаю, что это пророческое слово для этого времени, для всех нас, для нашей церкви, для Южной Африки и для народов мира. Все в циклаке было сожжено дотла. Коронавирус нанес многим людям большой ущерб, многие были сбиты с ног, но, слава Богу, они решили подняться. Что сразу же сделал Давид? Он укрепился Господом. Об этом я и буду говорить сегодня, потому что без силы мы не победим. В первом послании Иоанна 5 главе сказано «Рожденная от Бога побеждает мир и победа. Победившая мир – это наша вера». Книга Даниила, 11 глава, 32 стих. Люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Сейчас не время стоять в стороне. На прошлой неделе я говорил о новой песне. Вам нужно перестать говорить о своем бесплодии и своей усталости и о своих великанах. Вам нужно говорить о Божьих обещаниях, обращаться к сухим костям, к долине смерти, к трудностям, к бедствию и провозглашать Слово Божие. «Никакое орудие, сделанное против меня, не будет успешно». Самое время воздать нашему Господу славу. Вы столкнулись с дьявольским сопротивлением, поэтому вам следует воздать Богу славу перед лицом всех трудностей во имя Господа Иисуса. Но в послании к филиппийцам, 4 главе, 12 стихе, Павел пишет, «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем». Вы начали этот год наверху, а затем вы немного опустились, но вы подниметесь вновь. Потому что воля Божия все меняет, Божие благоволение все меняет. Не предсказание гадало, кого ли того, кто знает будущее наперед, самого Бога. Он говорит, «Только я знаю намерения мои о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, Павел пишет, «Умею жить и в скудости, и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». И это не негативизм, а это реальность. Кого-то из вас сбили с ног, а кто-то потерпел убытки, кто-то потерял свой доход. Я так горжусь одной из прекрасных девушек, что была сегодня на сцене. Ей предстоит серьезная операция, но по ней этого не скажешь. Она поет, потому что так нужно. Она провозглашает, «Бог, ты моя сила, я буду славить тебя». «Даже в долине смертной тени ты поддерживаешь меня и ведешь вперед во имя Иисуса». Павел продолжает, «Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе». Мы не упадем, мы не сдадимся, не станем пессимистами, не начнем петь печальный блюз, не будем вспоминать прошлое. Мы будем говорить о завтрашнем дне. Да, сегодня все не так, как вчера. Однако вы сильнее, чем вчера. Потому что то, что вас не убивает, делает вас сильнее во имя Иисуса. В тяжелые времена выживают только крепкие люди. Когда становится тяжело, сильные продолжают двигаться вперед во имя Иисуса Христа. В переводе «Страсть» сказано, «Я знаю, что такое нуждаться, и знаю, что такое невероятное изобилие. Потому что я узнал секрет преодоления всего, что угодно. Сколько сегодня здесь победителей? Кто из вас верит, что больше, чем победитель? Ведь я узнал секрет того, как преодолеть все. И в сытости, и в голоде. Я обнаружил, что могущество взрывной силы Христа побуждает меня преодолеть все сложности. А что это означает? Это означает, что Божьей благодати для меня достаточно. Когда я слаб, тогда я силен. Когда я не знаю чего-то, Бог знает все. Когда мне хочется все бросить, внутри меня есть сила. Это та же сила, что воскресила. Иисуса из мертвых. Это великий помощник и утешитель. Он всегда рядом. Он укрепляет меня. Это Дух Святой, живущий во мне, который убеждает меня продолжать двигаться вперед. Во имя Иисуса. Это только лишь вступление к нашей сегодняшней тени. Послание Ефессиным, 3 глава, 14 стих. Павел молится за церковь и пишет, «Для сего преклоняю колени Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Вы читали, что Дух Человека подкрепляет его в немощи». Какой бы сложной ни была ситуация, вы можете быть с победителем. В хаосе этого мира вы можете жить с песней в сердце, когда весь ад вырывается на свободу. Вы можете радоваться Божией доброте, когда идете долиной смертной тени, потому что Бог за вас, и Его благодать совершенствуется в вашей немощи. Павел пишет, «Когда я слаб, тогда я силен». Мы говорим не просто о самовнушении, а о реальной силе, силе во Христе, которая приходит от чего-то большего, чем обычная мотивация. Я говорю о Боге. Поэтому Давид и укреплялся Господом. Мы не сможем оправиться, пока мы слабые, или пока стоим в стороне. Мы не оправимся, пока живем в негативе, и пока мы в рабстве своих обид. Мы не оправимся, пока будем говорить о своей боли и вчерашних неудачах. Я понимаю, что прошлое было не лучшим, но апостол Павел пишет в послании Филиппийцам 3 главе, «Забывая заднее, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, с мышлением победителя иду к тому, что приготовил для меня Иисус». Я не знаю, что вам пришлось пережить, но скажу, что Иисус приготовил для вас большое будущее. Возможно, вы пережили развод, но жизнь есть и после развода. Возможно, у вас случилась трагедия, но и после трагедии бывает триумф. Возможно, вы совершили большую ошибку, но после ошибки может произойти чудо. Бог сказал, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». У меня есть будущность и надежда. Возможно, что-то в вашей жизни задерживается, но задержка не означает отказ. «Как говорил Давид, я ждал и ждал и ждал еще, но я не терял надежду. Я ждал, зная, что все в Божьих руках. Он позаботится о моем будущем и все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван по Его воле». Ну же, давайте, воздайте Богу хвалу за это. Давайте изменим, наконец, наше исповедание. Кто-то из вас пришел сюда сегодня, а кто-то не смог вылезти из кровати. Но все равно славьте Господа. Теперь давайте поговорим о восстановлении всего того, что Бог имеет для вас. Иисуса Новина, 14 глава. Это один из моих любимых отрывков об отношении. Напоминаю, что я имею в виду отношение к жизни, которое основано на вашей принадлежности Христу и вашего упования на Божью благодать. Но даже с благодатью приходится работать. Павел писал, благодать Его ко мне не была тщетной, но я более всех их потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. У нас есть благодать Божия, но нам нужно трудиться вместе с ней. Поэтому Павел пишет, укрепляйтесь благодатью Господа нашего и Иисуса Христа. Если вы ощутили слабость, вам нужно мышление несгибаемого победителя, мышление верующего человека. Смените фокус. Мы читаем о Халеве, которому было 85 лет. Среди вас навряд ли есть те, кому 85. Большинство таких людей находятся в домах престарелых, если они еще не на небесах. Кто-то хочет отойти от дел еще в 55, и такое бывает. Они измождены и утомлены. Многие 30-летние уже устали и утомились. Если вы устали и утомились, то сейчас вы в правильном месте. Дух Святой сегодня здесь, Иисус здесь, чтобы поднять вас и укрепить, чтобы вдохнуть в вас жизнь, чтобы наполнить и вдохновить вас, а также подтолкнуть вас к тому великому, что Бог имеет для вас, независимо от ваших разочарований и поражений. Помните, что писал Павел? «Я был и наверху, и внизу. Я жил и в изобилии, и в нужде». У кого-то из вас было много контактов, а теперь их мало, но их вновь будет. Очень много войны Иисуса. Бог даст вам благоволение и будет сражаться за вас. Итак, Иисус Новин говорит с Халевом. Они уже не подростки. Говоря о поколении Иисуса Новина, многие имеют в виду 20-летних. Нет, им было уже по 80. Жизненные сложности не должны ломать нас. Они должны делать нас сильнее. Поэтому Петр писал, «Не чурайтесь испытаний, словно с вами происходит что-то странное». Страдания — это часть жизни. Иисус сказал, «Я сказал вам все это, чтобы вы имели во мне мир. В мире вас ждут испытания и скорби. Намужаетесь, ибо я победил мир. Рожденный от Бога побеждает мир». Павел писал, «Я узнал секрет того, как преодолевать все, что угодно. Вот это да». Он узнал секрет не того, как жаловаться, и не секрет обвинений. Всегда можно кого-то обвинить, если вы не двигаетесь вперед. «Легко посетовать на отсутствие образования. Но в мире есть много миллиардеров, у которых нет образования. В Америке исследовали характеристики лучших бизнесменов страны. У половины из них не было диплома. У второй половины вообще ничего не было». Я за обучение. Я за приобретение навыков. Это крайне важно, но я молюсь, чтобы наше министерство образования больше делало, чем говорило. Я говорю так, потому что это платформа влияния. Чего мы добьемся, предоставляя ученикам трехмесячные каникулы после карантина? Каких людей мы готовим? Чем занимаются те, кто принимает решения? Они готовят молодое поколение к провалу? Или они заинтересованы в том, чтобы научить это поколение побеждать? Я считаю, что нашему министру образования и министерству образования нужно полностью пересмотреть систему образования в общеобразовательных школах. Они отправили школьников на каникулы, когда те и так несколько месяцев фактически не учились? Кто принимает подобные решения? Не говорите, что ученики могут учиться и дома не могут. Вы забыли то время, когда были молоды? Все, чего вам хотелось, это только лишь отдыхать. А сейчас вам кажется, что они стали дисциплинированными и будут учиться сами. А вот и нет. Нет тушки. Если бы я был министром образования, я бы отправил детей на двухнедельные каникулы, а затем возобновил учебу. А после новогодних каникул они учились бы до марта. Тогда они бы получили образование, и у нас были бы блестящие будущие лидеры. Нам нужно избавить нашу страну от духа лени. Чего мы ждем? Мы говорим об обучении, но никого не обучаем. Почему так получается? Мне пришлось об этом сказать. Детям предстоят экзамены, но они к ним не готовятся. Не вините во всем вирус. Но ладно, мы, пожалуй, вернемся к теме. Я сказал об этом, потому что в основе лидерства вовсе не популярность. Нам нужны сильные лидеры, решительные лидеры, которые будут созидать Южную Африку. Нам нужны сильные люди, которые будут созидать сильных людей во имя Иисуса. Скажите аминь. Итак, Халев пришел к Иисусу на вину, которому тоже было 85 лет, и сказал, «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». «Это избытка сердца?» Говорят уста. «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. Следите за тем, кого вы слушаете, потому что некоторые люди приведут ваше сердце в робость, а другие наполнят его силой и смелостью. Сейчас вам нужно слушать тех, кто наполняет ваше сердце смелостью. Выключите телевизор, отстранитесь от негативных новостей, негативно настроенных людей, пессимистов, которые не могут сказать о других «Ничего хорошего». Аминь. Двенадцать лидеров, которых Моисей направил, по слову Господа, шли посмотреть на землю, где течет молоко и мед. Бог не сказал им о великанах той страны. Бог сказал, «Идите и мужайтесь». Моисей передал это двенадцати саглядатаям. Это были старейшины племен. Двое вернулись с позитивными отчетами, а десять с негативными. Именно об этом говорит здесь Халев. Вовсе не Бог не давал евреям войти в землю обетованную, а негативно настроенные лидеры. Вы можете действовать с позитивным мышлением или же мышлением циника. И второй вариант положит конец всем вашим усилиям. Вам нужно научиться быть оптимистом, когда вокруг только циники. Вам нужно быть человеком побед, не только умом, но силой Духа Святого, когда все остальные в унынии и разочаровании. А вот что такое настоящее лидерство, братья и сестры. Эти десять человек, абсолютное большинство, вернулись с негативными выводами. Они не увидели огромный виноград. Они увидели только великанов. Они не сфокусировались на масштабах Бога. Они фокусировались на масштабе проблем, как делают и люди в Южной Африке. Мы знаем, что великаны есть, но нам нужно новое звучание. Нужны люди, которые поднимутся над негативом, над гигантами, над расизмом, над гневом и станут лучше, станут такими лидерами, которые принесут людям видение, чтобы вместе построить лучшую Южную Африку и лучший мир, или лучшую компанию, или лучший брак во всем мире. Итак, Халиф говорит о том, что десять лидеров вселили в людей страх. Как часто вы смотрите на политического лидера и думаете, вот это да, давайте изменим мир. Я хочу сказать напоследок, что многие христиане-харизматы не готовы сражаться. Я их не критикую. Я благодарен Богу за харизматическое движение, за то, что мы можем принимать дары и силу Духа Святого. Я не имею в виду то безумие, которое проявляется в некоторых кругах. Халиф говорит, «Сейчас у меня есть столько же силы, как и тогда, чтобы выходить и чтобы входить, чтобы в конце концов воевать». Я же говорил, что наш Бог — это Бог войны. Он тренирует меня для битвы. Нам нужно научиться быть сильными в Господе, сильными в нашей вере, сильными в хвале, сильными в целях, потому что ничто не достается нам в этой жизни просто так. Так не бывает. Чем-то нужно платить. Обязательно. Единственное, что вы получаете даром, так это Божья любовь. Через Господа нашего Иисуса Христа ну а сейчас давайте мы все вместе склоним наши головы и закроем наши глаза. Возможно. Сегодня утром вы осознали, что у вас нет мира с Иисусом. Если сегодня вы умрете, то где вы проведете эту вечность? Вы точно знаете, что сегодня Бог говорил к вам, если у вас есть желание примириться с Богом, то где бы вы ни были, даже перед телеэкраном, просто поднимите свою руку и скажите, «Да, это обо мне. Это Он про меня. О, спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. И вам спасибо». А теперь давайте молиться. Положите руку на сердце и скажите, «Господь Иисус, я отдаю тебе свою жизнь и свое сердце. Я верю, что ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я возвращаюсь к тебе. Спасибо тебе за новое начало и новую жизнь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.